всем здорова с вами билли поттер и мы продолжаем проходить диабло 3 перед тем как начать я решил поменять сложность прошлое видео я записывал на сложности обычная там была следующая высокая и я выбрал эксперта ну вот думаю попробуем на эксперте пока не погонять итак продолжаем так у нас тут есть знамя давайте посмотрим что мы можем тут предложить себе эмблема новая эмблема пентаграмма о чем есть интересного такого вот у меня доступного воля халима какая-то магда наковальня заяц кулак богов золотое прикосновение порождение демонов топор мясника клевер о клевер кстати прикольно выглядит ну-ка посмотрим что тут еще есть беляу летучая мышь жадная свинья прикольно почему она же почему она жадная темный садник отчаяние руна охотника дерево жаба лебедь паук скорпион голова гидры но это что-то такое странное так падший безумец ну олень слуга ненависти где жадная свинья вот мы жадную свинью выберем так фон фон какой у нас будет рельефная ветер россы без звезд шеврон паутина светлая трещина темная трещина большие сердца большие волны вам выберем жадную свинью на фоне больших волн так узор узор это что а это вот здесь внизу что будет змейки розы луна и солнце лоза скрещенные серпы шипы и ростки так вода кубу кубок кубок хотел сказать ну давайте что-нибудь побыстренько мы выберем как бы не будем сильно переборщивать совместная игра скрещенные кости его косточки выберем так расположение эмблемы можно несколько свиней а большую сделаем крупная свинья с костями цвет а вот так вот наверное нет какое мне любимое сочетание наверное вот так вот так вот сделаем ночью прикольненько можно правда еще тут как-то выбрать иначе ну ладно пускай вот так он будет сохраняем вот на основой как это штандарт наверное правильно поговорим с лией я не привык к благодарностям лучше расскажи мне об упавшей звезде пророчестве последних днях ясно сказано что это знамение возвещает о гибели нашего мира нам дали поясок наденем поясок так стальные шмотки у меня юслис а чё нам делать а теперь надо с декартом с декартом поговорить когда корольский лет был нашим любимым королем леориком но диабло лишил его разума он потерял обоих сыновей и утратил собственную душу прежде чем был окончательно побежден теперь он вернулся чтобы снова сеять зло в этих землях я помогу ему обрести покой чтобы победить леорика нам понадобится его корона отыщи хедрика нашего кузнеца он должен знать где она находится не объяснили правда почему корона нужно ну типа как это что она должна такого сделать это корона чтобы помочь нам ну ладно поговорим с кузнецом ты ведь кузнец не так ли у меня к тебе дело не сейчас моя жена а там в подвале среди тех кого укусили я должен положить конец их страдания как поднять руку на собственную жену все мы идем путем смерти не можешь справиться со своей женой за меня мы справимся с ней он сказал что там много людей я так понимаю не только жена так заходим опа так надо играть осторожно потому что все-таки это эксперт взрываем там все воевай что я сзади не заметил его не не так всех победили но вроде всех ранит вот и вон я сдалека могу с ним справляться так что нормально идем к его жене все пошла вода горячая взрываем последний труп и мы а там кстати пуха во первых золотая пуха редкая и копье еще дали трофейный дротик ранения и она больше урона наносит так что наверное ее наденем дротик будем с копьем ходить без тебя у меня бы ничего не вышло я твой должник меня зовут кедрик кимон хочешь отблагодарить меня скажи где искать корону леорика в этом я могу тебе помочь она находится в гробнице моего деда советника леорика его гробница ну вот и разобрались пойдем за дураком под мастерия какие-то песики тут ну-ка спасите меня скелеты маги ну вот как-то поинтереснее пошел уже пытаешься выжить контент начался так у меня новая запись гнусные жалкие создания они питаются трупами животных и изгнившими останками которые не привлекают других водоярных как-то мне повстречался один бахланец который утверждал что ему удалось приручить одного падальщика и тот стал приносить ему крупных крыльт для пропитания суши они жирные я тут и огрести могу помогите мне надо какие-то новые способности уже них вообще коцию блин а золотой противник проблема сейчас попытаемся подорвать их вот здесь блин а они сильные страшно вырубай блин неужели не стала переходить на эксперта у меня теперь появились сомнения так по моему 1 даже подорвали хорошо хоть мои шипы их башат так фаска выпить фаску выпить лучника при твоих лучника скелета мага призвать еще одного призовем еще бы они как-то танковали эти скелеты начата нету по моему этого у меня так все вы меня вынуждаете подрываем мне приходится его впитывать немножко то есть танковать а жиробас сейчас еще и взорвется скотина по вот али шмотки что за шмотки о коса плюс 35 процентов к урону и что это у нас капюшон кожаный и броню мы еще получили не ну шо нормально а теперь такое чисто ну реально некромант что это у меня забав ваши движения стали быстрее так надо отойти нужно больше кнопок причем именно дамажных у меня нет урона у меня вот ну урон и так понимаю основной урон вот от взрыва вот этих трупов но если нет трупов то где брать то есть шипы они больше как для того чтобы ресурс вот этот эссенцию накопить то есть они контролят по 20 урон наносит но взрывы то по 60 по 70 в три раза больше дамажит ну-ка скелет поскольку по 30 по 40 в принципе бьет нормально тут не ну окей ладно урон у меня в принципе есть еще бы понимать сколько у них здоровья ой тут эти глисты у этого жиробаса восьмой уровень но все это начал подрывать все так у меня появилась новая белка чекаем во первых у копья появился ну копьем нет не нравится хочу за скелетом походить так взрыв трупное копье вырвав кости из находящихся рядом трупов некромант запускает их в цель ну-ка для использования этого умения нужна цель а вот это уже поинтереснее кстати ну типа почему интереснее потому что ну потому что как бы если нету рядом трупа но он есть это вдалеке то я могу использовать навык а если я буду бегать с первым скиллом то который подрывает просто трупы то мне надо подводить трэш к этим собственно трупом вот а это не очень удобно ну свое преимущество грубо говоря есть хотя взрыв трупы он ауешный то есть не в одну цель вот эти копья не дают как бы урон в одну цель так жара басов мы победили шмоточки вот а им перчаточки тюрьме перчатки так урон стойкость восстановления ну такое так что еще мы получали она от редкий топор у него восстановление аж 999 и 9 даже не знаю может взять точнее надеть и здесь восстановление 9 999 и 9 но урона меньше наденем топор и щит потому что все-таки героический режим можно и откинуться поэтому нам нужно немножко восстановления на вот для использования этого умения нужны трупы понятное дело такие стрелки забавные на типа когда нажмешь этот навык на цели появляются стрелки показывающие куда лететь вот сами стрелы летят из трупа необычно как то они это решили показать то есть не знаю зачем показывать что вот в эту цель ну то есть базовые стрелки которые просто показывают куда полетит и сами стрелы сделали вы просто стрелы зачем еще какой-то дополнительный интерфейс странно ну да ладно так а по еще друзья вылезли только у них тел нету точнее у них есть торс так куда нам надо до исследовать тут все добить весь трэш хочу побольше трупов сделать и посмотреть как будет удобно при обильном количестве трупов использовать этот навык вообще что-то они быстро кончились трупы по ходу если рядом со мной много трупов и я жму в цель то кости со всех трупов летят то есть ну не из одного не нам это как бы и правильно может быть вот слишком быстро кончаются сами по себе трупы о повелитель скелетов это это пассивка а там еще и активка есть некромант приказывает скелетом атаковать цель наносимый ими урон увеличивается стоит 50 единиц эссенции но это круто у меня теперь скелеты со мной бегают я теперь как это по-английски призыватель и сама нерву сам он призвать сама не призыватель сама нир только в стилистике некроманта то есть у меня сколько их 7 скелетов они еще в какой-то броне а это набедренные повязки и у каждого есть меч так это круто еще я могу же еще и скетов магов призывать но я тупо скелеты а мне не хватает скелетов учеников так надо вернуться я серединку тут не исследовал подземелья тут есть рядом противом мы зайдем чуть позже тошнотворный кадавр голодное туловище ну логично у него ног нет у него тупо туловище он голодный всегда жена не кормит хотя может они чисто же женой вываливаются муж и жена из кустов вылезли у обоих нет ног но зато есть два туловище попробуй прокормить вот опять прожорливый мертвец блин да что у вас так много фу их кишки еще торчат из туловища и так мрачная жатва казнь коса с некоторой вероятностью обезговливает противников с низким запасом здоровья мгновенно их убивая не мне больше нравятся шипы повелитель скелетов блин круто тупо приду клеворику королю скелету и скажу ты король скелет такой да нет это я король скелетов точнее повелитель ладно синего куда несу так что у нас тут есть интересного мертвый простолюдин точнее тут ничего интересного нету в серединке вообще так пойдем наверное час добьем вот это туловище и пойдем верхнюю часть карты на а потом спустимся в подземелье когда поймем что уже много исследовали так это ученик кузнеца мы его уже видели но еще пузатик макабр почему макабр почему не жиробас какой-нибудь макабр ну ладно сапожки выпали так а это у меня до сапоги у меня и до этого были хорошие их надену я по сути весь одеты и у меня круто все есть кроме плеч и бижутерии это невозможно нужно найти труп куда у него только хп девается не понимаю вроде нету в скиллах информации по тому чтобы хп тратилась только эссенция вроде тратится хотя у меня будет такая механика что я буду нажимать скиллы за счет своего здоровья должна будет появиться потом впоследствии такая вещица у меня же вот тут сет он усиливает эту механику ну который сезонный то есть у меня она потом появится и надо будет подумать стоит ли играть через вот этот сезонный именно сет может быть мне стоит через самонера ну хотя самонеры тут почти каждый класс может быть самонером вот только очень редко эти механики в топе находятся то есть самонеры как правило не в топе в топе какие-то механики которые весь сенс тебе зачищают массовые какие-то спа мобилки так мы нашли кладбище кладбище проклятых в влачении стенаний надо наверх так сперва мы тут успокоим проснувшихся молодых людей разобьем их надгробия них надгробия кстати дорогие такие каменные с рисунками ну-ка сломаем этим богачам все пускай экономят так надо спуститься вниз там карту разведать и зайти в подземелье но сперва мы тут все дочистим 17 убитых побоище 1 и 5 бонус к опыту логово падших уровень 1 10 уровень посвящение ячейка для пассивного умения так надо добить сперва трэш и потом можно вкачать какую-то обилку так выберите пассивные умения при поглощении трупа с некоторой вероятностью появляется сфера здоровья при поглощении трупа скорость передвижения некроманта повышается на 3 процента на 5 секунд эффект суммируется до 10 раз смерть придает силы и жизни смерти так надо затестить скорость типа если она действительно сильно апается хотя так мне надо на мне же копья так ну вот заюзовая x4 скорость и вот она кончилась ну может быть это будет полезно потом в лейте ну то есть когда уже все ски вы будут вносить огромный импакт когда сомоны будут слабы и так далее но не уверен еще надо потестить и выбрать но учитывая что я в героике да наверное жизни смерть выберу нафиг скорость бега потом может быть я что-то поменяю так благословение получено при 25 процентов к опыту ой рарник отворот гнилое нутро так какие-то стенки он спавнит отворот почему какого-то воздвигает стены ясно почему какую-то летучие мыши есть имя отвороток не еще ну гнилое нутро это как ну там или дан ярость бури а это отврат гнилое нутро просто фамилиями отчества странненько странненько скелетов скелетов всяких причем скелеты мечники дамажит очень мало так наверное надо вернуться назад и обойти тут середину вот эту так мы сверху по-любому тупик будет да ну погибший странник у blizzard не меняется генерация подземелий они у них все так сделаны опа много падающих ща мы их шипами за ауешим о сундучок так упала синяя коса в сундуке тупо золото ну ну урона много дает коса надо ее брать конечно восстановления мало но урона дает нормально поэтому берем ее о гнездо не топорей жирненькая штучка так ну запись какая-то появилась так мы мы чуть позже и нажмем сейчас перво добьем трэш ну добили почти а там еще одно место мужчина сейчас все добьем добили а еще используем скелетов мой блин скелетов увел у меня защищать некому было на меня нет паре накинулись возможно так ну мы вернулись тут анти были так хочу запись пропала поле ну камон я всего лишь секунд 20 просто побил мобов и запись исчезла наверное где-то ее можно прочитать но фиг с ней наверное там про гнезда не топорей что-то говорил говорилось о по ошибка 1016 красиво blizzard так я вернулся в общем с трудом так надо понять где мы были по моему я здесь по моему где-то вот тут были не нужно вообще найти кладбище проклятых она у нас соборном саду я так подозреваю или нет так как понять куда мне идти это за улево река мне вообще не туда мне наверно в руины руины тристрама ладно давайте просто пойдем пешочком туда где мы были мы где-то тут вот с кузнецом разговаривали и он нам открыл здесь дверку овощи ности на ней вот мои влащения но я не буду сейчас заново все исследовать так как я знаю куда мне идти типа зачем мне все еще раз исследовать но мобов которых встречи убью типа это лишний кач я не против качнуться еще еще немножко так призываем скелетов магов тебя погубит слабость тебя да он погубит так там жаробас был атакуем жаробаса нужен так теперь можно использовать иголки так в принципе иголки шутают ой тушу тут творится как-то я подумал тут рожник час вылезет а там не вылез так вашим жаробаса умели теперь главное убить этих паразитов и жопа жаробаса ну как хочу назвать глисты какие-то у него там вылазят эти глисты очень неприятны так шо у нас там кстати вот это перчатки очень неплохие что нам дали нас появился вампиризм некромант высасывает кровь высасывает кровь из выбранного противника нанося ему урон и восстанавливая себе здоровье а ну-ка попробуем здесь у нас скелет маг и руна после гибели или по истечении времени существования скелетов магов на их месте остаются трупы о а вот это интересно это реально интересно так а вот я высасываю о но не факт что это полезно ну типа также полезно как например шипы но явно прикольно у меня потеряется а меня били в спину но теперь когда у меня есть возможность добывать трупы за счет скелетов магов то это хоть имеет какой-то смысл не нужен труп блин вот эти трупаки вылазят за спиной вообще не в тему очень напрягают офигеть там с другого экрана аж летят кости а я могу а мать могу так в общем я дошел вот у нас кладбище только я не с той стороны по ходу голодный труп ну кстати тут я реально не все исследовал поэтому можно сюда пройти чуть-чуть в сторону тупо коля исследователь пришел исследовать диабол вот еще скелет оставил после себя трупок ну наверное руна не самое лучшее потому как я не могу получить труп вот сию секунду то есть не не надо заранее что ли на гастовать их ну как-то странно вот поэтому как только появится руна поинтереснее я поменяю скилл ну либо точнее я поменяю руну а если появится скилл поинтереснее поменяют то есть собственно скилл скелета вряд ли я буду менять слишком прикольные они так здесь нет входа а вот вход найдите кладбище проклятых вае щене стенаний так я кладбище давно нашел почему только сейчас засчитал так что это запись могильщика странно хочет покоится в роскошных скрепах и вот я взялся за лопату надеюсь выкопать пару могилок и получить свои деньги и метро бы давай другое и третье копаю света белого не вижу да печальная история молодого человека который теперь копает целыми днями так мне тут что надо вообще еще сюда пришел а вот ничего надо мне молодые люди вот эти нужны так подозреваю так мы тут всех убили тут у нас оскверненный склеп оскверненный склеп и там что было скверня скверненный склеп давайте пойдем вот с этой стороны начнем с нижнего так чашу берем заходим внутрь отыскать алтарь советника склепи на кладбище проклятых то есть мне по-любому надо то есть не по любому но возможно я зашел сразу в нужной возможно я побываю в каждом из них о голодный труп офигеть там этих сфер для здоровья появилось много ой надо выйти из этого там сейчас взорвется все ну-ка пятерых просто лучников как они дамажат у меня там кстати упала колечко первое колечко у меня не было еще колец плюс 7 к интеллекту взросла на просто плюс 7 к интеллекту доступно рано для умения взрыв трупа кровавое месиво и новая запись неупокоенные призраки готовы растерзать любого кто вторгнется в их владения ибо они верят что так первое я взял так пассивки новые не появились взрыв трупа с руны обруна увеличивает рэндж взрыва так что надо попробовать и новый спелл кольцо смерти то есть это я хожу вот так вот ауешу некромант создает вокруг себя взрывную волну наносящую урон находящимся поблизости противником но честно говоря непонятно как это работает точнее понятно как это работает имею ввиду почему это способность у некроманта что за взрывная волна ну честно говоря синергия у своих слов не вижу вообще не конечно взрывы у меня сейчас стали поинтереснее это бесспорно взрывы сейчас прям на из взрываются классно на кольцо смерти по моему помойка наносимый урон увеличивается за каждого попробуем вот это хоть какой-то урон так ну скелету как бы нормально а там сочи ладно не будем исповерить взрыв трупа взрыв трупа ну давайте пока с этим походим шоу нас тут ну мы это выход по ходу из склепа но мы сперва тут все осмотрим а это бесы нормальная там цепь такая получается не взрывная система главное урон в пак дать чтобы там появился хотя бы первый труп вот примерно так это работает так кто у нас тут об по всем ну короче ничего интересного ладно выходим тогда этот склеп ничего нам не дал а вот вампиризм кстати я наверно поменяю на что только попробую может быть жатвой побегать с руны на носил урон коса с некоторой вероятностью обезглавливает противника ну вот если просто не бегал даже не тестил потому что мне коса не нравится но думаю стоит попробовать тем более сейчас есть скелеты они как бы внимание к себе приковывают ну посмотрим пока вроде ничего страшного так шоу нас тут о шлем шлем неплохой дает больше брони больше интеллекта там правда живучесть но ничего страшного уровень шмота растет но это хорошо блин вроде взял косу а в чем понт кстати скелеты против скелетов что она там должна делать коса коса с некоторой вероятностью обезглавливает противников с низким запасом здоровья мгновенно их убивая то есть мне получается надо скопья по-любому начинать а вот этот дэмэдж просто ой 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 а это больно делает молодой человек еще и молнии какие-то он там бахает ну-ка давайте жахните его там да не идите за мной оле так можно труп его провести стоит он меня видит и сразу молнию мне дает ага турма так ну все чувак на тебя косу коса короче это какой это коса как у у некроманта в доте но по факту типа зависимости от того сколько здоровье учила если там процентов 30 то она должна убивать тут примеру я не помню сколько там нужно кассе там рипер sky по моему коса женица типа как-то так не но если у не края есть вот такая вот коса получается что я этот почти что милишник кстати какой-то квест давайте поговорим то у нас леди данхилд так вернуть кости на место взяли кость сразу вышли молодые люди которые против а нам пофиг что вам пофиг ладно пофиг пойдем отсюда так все взорвали блин сколько же сфер все-таки это полезный талант на выживаемость в смысле они бочат о 13 уровень может быть что-то еще сдадут мне интересное повелитель големов о не ну это скелетов придется менять и костяные шипы костяной столб а так окей некромант поражает цель и до двух находящихся рядом с ней в противников огромным костяным шипом то есть это не мама много один но основательный пассивный эффект некромант поднимает и сражающегося на его стороне трупного голема активация некромант отправляет голема в указанную точку где тот разваливается на части оставляя после себя пригодные для использования трупы одинокий шип ну ладно попробуем давай голем и ты кто такой летит это леди ты точно леди так ладно взрываем там все так надо взорвать то все о шипы вообще дамажит ее этот шип по 40 взорвала голема а и он заново появился а вот тогда реально полезно он оплечники упали легендарные я как раз нет наплечников неплохо так что дают создают портал в город не создание портала в город не прерывается при получении героем урона при создании под портала в город герой окружает щит поглощающие 62 процента угрочи это помойка но ладно пусть будет да и шип это тоже кусок лучше взять тот который оглушает хоть какой-то профит а вот голем это контролируемая куча это классно так я помог леди данхилд я молодец так там что-то упало а золото плюс шматьё чё за шматьё наплечники но на уже легендарные извините извините мы уже выбили легендарные наплечники так а у нас будут еще какие-то способности нет здесь не будет но будут вариации ну ладно вот хоть какой-то контроль есть блин они все сдохли равномерно я получается никого даже не это не взорвал ну точнее импакта от взрывов не получил копье и серия взрывов и брат могила до тебя ждет не но эти шипы даже выглядит как-то поинтереснее чем тут одинокий тупо а без понял так что делать взрывайся и давай сейчас мы вот сюда всех соберем и на 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 их его еще в кучу собрать и за контроли по один сдох ну это же равномерно все сдохли о 152 урона да ты прав не не доведи мак ну как я и думал ну блин интересно есть теперь другой последовательности пошел или тут может быть неважно какой последовательности может быть тут априори я в третьем склепе бы только нашел здорово парня нормально он как в бассейн тупо еще прыгнул голем пойдут это элитники или это просто не выглядят так но судя по шрифту в их именах это обычные мобы так чё-то эти призраки шатаются даже призраки на призрак убийца так о макабр а это что за огонь такой ну-ка и погнали вьетнам начать начали и и глистов тоже там от вьетнамин все отлично так 14 уровень взрыв трупа трупное копье каждое копье замедляет цель и уменьшает наносимый ею урон мне не нравится а далее немощь проклятие которое снижает скорость передвижения противников и уменьшает наносимый ими урон и талант какой-то новый одиночка показатель брони некроманта повышается на сто процентов этот бонус уменьшается на 10 процентов за каждого активного прислужника то есть сейчас у меня будет 90 процентов брони давайте попробуем а вот это ауе это нормальный контроль нормальный только вот сюда бы что-то другое какое-то другое белку ну в принципе я теперь понимаю как я буду играть замедлил за башу как-то так вместо копья надо что-то мне правда копье что-то мне не нравится круг вокруг меня тоже говно скелет маг тема прикольная но они как бы будут создаваться они не подходят в этот билд которым я хотел бы попробовать поиграть билд такой типа кастер ой 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 а так и сдохнуть можно было бы будь это какое-нибудь истязание этот жироба смог у меня сейчас и шотнуть так это что оскверненный склеп уровень 2 но нет мы вернемся мы должны исследовать весь инст оригин есть вообще 616 у меня общение тури гена пассивного грустненько тогда как бы нафиг эту броню нам нужны и сферки нам нужны сферы здоровья без них я могу и кони двинуть а я сейчас получается вернусь у рарник там еще и жирный красиво тупо на дистанции решил все вопросы так еще призраки на призраки не страшно и а вот так я теряю 1 процент урона какое-то восстановление даже теряю хотя как я его теряю если у меня нету восстановления вот ну в левой шмотке я там 15 интеллекта 34 брони как а здесь мы получаем 12 интеллекта живучесть скорость передвижения не надо тут вообще без вариантов правда они красные ботинки были не вижу из-за голема ну да ботинки красные но я тюрьму ник получается вот и о блин плечи вообще не подходят не особо я стильный к сожалению так заходим на второй уровень что у нас тут есть корона где-то рядом ну окей давай тогда зайдем так ломаем все лишнее шо там кто ломится изувер ужас из склепа так замедлим его взорвем нашего великана подорвем бомбы можно забашить замедлить короче изи забей амулет упал у меня как раз нет амулета еще и легендарный что это у нас когда герой не получает урона наносимый урон увеличивается максимум на сто процентов а получаемый максимум на 50 ну окей кто-то написал разлагающиеся груда тел сливается в единое омерзительное порождение несмотря на все свои познания я не могу придумать ничего лучше чем спасаться от этих человек вообще надо бегством всегда спасаться какой добрым парнишка алексей gold решил помочь но извини я хочу сам все пройти так сперва как обычно дойдем до конца так это у нас возврат на кладбище а это у нас я так понимаю алтарь на котором сейчас мы возьмем корону корону лёлика так о скелете к нашли взорвали его так в принципе у меня есть все скиллы значит можно взять корону но сейчас вот я и возьму сейчас вы сразу вылезут бесы и прочее давай а я и даже взять не смог ты сказал что я собираюсь вернуть лего река в мир живых так стоп это коса она одна ручка правильно одноручная урона 16 и 2 плюс еще 3 3-4 единиц урона живучесть восполняет здоровье при ударе и к максимальному запасу эссенции так на урона меньше это как бы факт а я могу что-то в левую руку взять видать я только щит могу взять так это не как так а что интересно некроманты носят левой руке ну ладно разберемся забрали макарону у нас теперь есть корона теперь возвращаемся в новые три страны ой и кстати вы как раз щит который окружает меня во время каста портала так это у нас хедрик иммон ремесленник ну давай пообщаемся с ним нашел корону сказать по правде я не думал что ты вернешься о да она сломана сейчас все починю как в день когда карнавале черного короля мне нужно занять чем-то свои мысли и ковка лопат мне не поможет да конечно разговариваю я прям мотивирую его так мне нужно продать все а лучше разобрать так к супер начальную разобрать я не могу но вот это все хотя бы разобрать надо ой чё я разобрал я могу вернуть видать нет а по моему там была хорошая шмотка но как говорится поспешишь и сейчас по моему еще одну плохую хорошую шмотку так это левая рука а это хорошая левая рука вероятность блокировать удар 30 к интеллекту 2 единицы к максимальному запасу эссенции ну да неплохо так а этот щит нафиг ну конечно урон у меня страдать будет по сравнению вот с этим посохом урона мне прям мало так а что я могу скрафтить изготовление оружия арбалет лук ну-ка филактерия по моему она того не стоит да не буду даже пытаться ничего сделать здесь тоже ничего не буду крафтить хотя нет не буду обучение приметы более высокого уровня сфера могу делать более высокого это то есть девятнадцатого нормально то борзин ладно поговорим с декартом корона у меня наконец-то теперь ты можешь снять печать двери в комнате где ты спас меня и войти в королевские гробницы когда найдешь короля скелета возложи корону ему на голову и уничтожь его похоже другого способа найти упавшую интересно ну будем начать убивать леорика ну ладно это мы будем делать следующий раз там как у меня это длинное видео получилось благодаря вылету от blizzard ну вот так подведем итоги небольшие и открыл пять способностей из шести еще осталось кровь и кости я так понимаю это будет как раз механика когда я буду тратить свое здоровье жаль конечно вот здесь всего три скилла я бы хотел какую-то другую спа мобилку но я надеюсь какие-то руны мне понравится и вот здесь тоже все придется менять придется брать что-то другое кстати можно чекнуть какие тут способности но не буду ладно на этом все с вами был били пока а а